Добрый день, с вами Лейко Татьяна, аналитик компании Fibo Group. Сегодня мы поговорим о важных новостях по валютным рынкам на текущую неделю. Новая торговая неделя будет интересной благодаря насыщенному новостному фону. Особое внимание участников рынка сосредоточится на второй половине недели, так как в этот период состоится публикация данных из США, Канады и еврозоны. Кроме того, такие валюты, как стерлинг и канадские доллары, будут подвержены сильным колебаниям из-за объявления основных процентных ставок Банком Англии и Резервным банком Канады. На европейскую сессию вторника запланирован релиз индекса потребительских цен Великобритании за декабрь. Отметим, что прошлая публикация за ноябрь укрепила надежды на рост инфляции в стране. Продолжение роста данного показателя может остановить снижение стерлинг. На этой же сессии состоится публикация статистики за январь по экономическому настроению от агентства ЗЮ. Данные будут представлены по Германии и в целом по еврозоне, вследствие чего внимание трейдеров сосредоточится на единой европейской валюте. В случае роста показателей евро может укрепиться. В среду на европейской сессии немаловажный интерес для трейдеров составит публикация уровня безработицы в Великобритании за ноябрь. Отмечается динамика снижения показателей за второе полугодие 2015 года. В случае дальнейшего снижения уровня безработицы страны Туманного Альбиона стерлинг может укрепиться. На американской сессии участники рынка обратят внимание на объявление основной процентной ставки Банка Канады с последующей публикацией отчета по монетарной политике. А немного позже запланирована пресс-конференция регуляторов. Исходя из высокой степени важности данных событий, ожидаем рост волатильности канадским долларам. Отметим, что экономика Канады переживает не лучшее время из-за снижения цен на нефть. Поэтому рост основной процентной ставки в ближайшее время видится маловероятным. А это, в свою очередь, может создать давление на канадскую валюту. Торговый четверг будет важным днем для этой недели. На европейской сессии состоится объявление основной процентной ставки ЕЦБ с последующей пресс-конференции. Если поступят сообщения о продолжении мягкой монетарной политики регулятора в пользу роста инфляции, то это может спровоцировать снижение евро в паре с долларом США. На американской сессии состоится публикация производственного индекса ФРС Филадельфии за январь. Продолжение динамики спада промышленности в регионе создать давление на доллар США в первый час торгов. К наиболее важным событиям пятницы можно отнести релиз предварительных данных по деловой активности PMI в промышленности и сервиса Франции, Германии и еврозоны за январь. Отметим, что на протяжении последних нескольких месяцев сводный показатель европейских стран демонстрирует рост. Если такая тенденция продолжится, тогда создадутся предпосылки для укрепления единой европейской валюты. Немного позже состоится публикация индекса розничных продаж за ноябрь, индекса потребительских цен Канады за декабрь. Если продолжится динамика снижения последнего, тогда увеличится давление на канадский доллар в парах с другими валютами. Текущая торговая неделя будет достаточно волатильной. Следует уделить внимание таким валютам, как евро, стерлинги, канадский доллар и доллар США. Это все на сегодня успешной вам торговли. И помните, самые крепкие аргументы те, что в твердой валюте. Фибагрупп. Ваша финансовая группа поддержки.